Это программа о том, кто и как заботится о нашей безопасности, когда мы путешествуем. Безопасным маршрутом вас поведу я, Василий Кучушев. Сегодня в выпуске. С виду обычные пассажиры. Какой прибор покажет, кто из них слишком нервный для законопослушного человека? Зелёные пятна – это микродвижение людей. Попробуй обмани. Специалисты в области профайлинга легко определяют потенциальных террористов на глаз. Помимо выявления, профайлеры проводят опрос, общение. Новейшие приборы и специально подготовленные люди, кто вернее вычислит потенциального террориста по его эмоциям. Лудни крупного российского аэропорта. Множество пассажиров, сотни лиц. До недавних пор от каждого из них требовалось немногое. Предъявить паспорт, пройти досмотр и спокойно следовать на пассажире. Но когда мир один за другим стали сотрясать, террористические акты мира безопасности в аэропортах и на других объектах российского транспорта стали усиливаться. Каждый пассажир, входящий в вестибюль аэропорта, железнодорожного или автовокзала автоматически стал попадать под постоянное наблюдение видеокамер и сотрудников служб безопасности. Но просто наблюдать недостаточно. Необходимо уметь предсказывать намерения человека по его поведению. Методика оценки психоэмоционального состояния пассажира получила название профайлинг. Пристальнее вглядываться в лица пассажиров сотрудников служб безопасности научили психологи и ветераны спецслужб. С недавних пор среди штатных сотрудников аэропортов и железнодорожных вокзалов можно встретить и так называемых профайлеров. Как выяснилось, даже небольшая деталь одежды или выражение лица могут сообщить специалисту гораздо более важную информацию, чем документы. Например, летом человек одет в какой-то теплый плащ или какой-то халат. Далее мы смотрим на его поведенческие характеристики. Злоумышленник может быть сосредоточен, злоумышленник может молиться, злоумышленник может уходить в себя. Это тоже является определяющими признаками. Методика профайлинга получила широкое распространение во всем мире. На помощь наблюдателям пришли сложные приборы, способные оценивать настроение человека. Их закупили в рамках комплексной программы по обеспечению безопасности населения на транспорте. Чтобы оценить работу одного из технических новшеств, мы отправились в Санкт-Петербург, в аэропорт Пулково, где применяют высокотехнологичную систему безопасности под названием «Виброимидж». Данная программа выявляет любые состояния, абсолютно любые. Это наркотические состояния, состояние алкогольного опьянения, также неспецифические состояния, как стресс. То есть любые. Если человек спокоен, то его движение тела, его пульсация, его артериальное давление, оно в норме находится. И система это показывает, да, человек зелененький, да, зеленые вот эти движения, все возможные маркеры. За смену перед глазами профайлера Марины Березовской проходит досмотр сотни людей. Выявить из толпы неблагонадежных пассажиров ей помогает устройство, состоящее из компьютера и камеры наблюдения. Кадры, получаемые из зала аэропорта, обрабатывает компьютерная программа, преобразующая малейшие колебания тела человека в цветовые индикаторы. Много зеленого, значит, пассажир безопасен. Красного нужно бить тревогом. Вот, например, 75, да, мы видим очень много зеленого цвета, с красным, очень много красных вкраплений. Пассажир что-то испытывает, да, либо тревогу, может быть, действительно агрессию, волнение. И мы, как профайлеры, специалисты, выходим и общаемся, выявляем признаки опасности данного пассажира. Женщина средних лет, волнистые волосы, светлая блузка. Принято. Мы намеренно скрываем лицо этой женщины, поскольку она оказалась обычным безобидным пассажиром. Просто сказалось предполетное волнение. Тем не менее, основываясь на данных виброимиджа, профайлеры обязаны были выяснить причины ее нестандартного психоэмоционального состояния. Проводится опрос дальше, человеком, который вызывает подозрения. Проводится экспресс-диагностика. Потом в дальнейшем уже профайлер принимает решение. И потом уже рекомендует определенным структурам, работающим в аэропорту. И они принимают решение, отстроять данного пассажира или нет. Ежегодно, по рекомендации профайлеров, пользующихся современным программным обеспечением, только в Пулково от полетов отстраняют до 70 неблагонадежных пассажиров. Конечно, большая часть хулиганы и дебоширы, а не террористы. Но предотвращение даже одного теракта за год стоит того, чтобы тратить силы и средства на обучение персонала и специальную технику. А началось все в этом закрытом Петербургском НИИ. Профессор Александр Минкин первым представил миру так называемый вибропортрет. Причем как одиночный, так и групповой, что особенно важно для мест массового скопления людей. Система анализирует порядка 10 параметров. И на каждой из этих параметров есть определенные нормы. Любое отклонение от этой нормы, оно всегда свидетельствует о чем-то. В аэропорту задача системы выявить людей, которые отличаются по своему состоянию, по своему поведению от общего потока граждан. Ну вот, минута уже прошла и практически, значит, вот ваш результат, да, портрет готов. Ну вот видно, что, значит, система показала, что все ваши параметры в норме, вот, и более того, даже уровень тревожности у вас несколько ниже нормы. Сегодня службы профайлеров, на вооружении у которых есть такие высокотехнологичные средства, как виброимидж, распространены в основном в российских аэропортах. Однако, согласно комплексной программе обеспечения безопасности населения на транспорте, уже сейчас эта техника активно тестируется и в московском метрополитене. Но там людской поток значительно больше, и пока программа требует небольших доработок. Любая, даже самая современная техника всего лишь помогает людям бороться с преступлениями и террористическими актами. Остальное зависит от нашей бдительности. Это была программа «Безопасный маршрут» и я, Василий Кучушев. Увидимся!